Началось оглашение апелляционного определения по очень значимому, вызывающему большой интерес у жителей нашего города, делу в отношении ректора Саратовского государственного технического института Игоря Вдольфа Чеплеева. Суд изменил приговор. Судебная коллегия определила, что чрезмерно суровым миронаказанием определил суд первой инстанции и снизила миронаказание до двух лет, с четырех с половиной. И миронаказание, которое было по растрате, вместо лишения свободы, 300 тысяч штрафов. Я понимаю, что с одной стороны, казалось бы, есть улучшение приговора, который вынесут первая инстанция. С другой стороны, я не могу этому радоваться по той простой причине, что доказательств вины плеви в материалах дела защиты не видела и не видит до сих пор. Поскольку все действия, которые он совершал, они были совершены не просто в рамках закона, а они были совершены на основании этого закона. Дело в том, что он признан виновным в превышении властных полномочий, которые заключались в том, что он, прошу прощения, как бы это смешно ни звучало, разрешил людям, которым распределили жилье по решению правкома и жилищно-пытовой комиссии, его приватизировать. А это законное право любого гражданина Российской Федерации. И только от него зависит, будет он приватизировать жилье или не будет. И ни один руководитель, включая плеви, не может запретить это сделать. И если он не подпишет заявление на приватизацию, человек имеет право идти в суд. И один из таких граждан в 2011 году к суд обращался. И суд тот же самый Октябрьский обязал плеви не чинить препятствий приватизации. А вот спустя 11 лет за это же самое его признали виновным. Абсурд. При этом, если учесть, что жилые помещения, которые приватизировали граждане вот в этом блок секции Ж, третий подъезд дома, они приватизированы точно так же, как были приватизированы в первом и втором подъездах, которые строились и сдавались при ректоре Чебетаревском. Разница только в одном – в фамилии человека, который в этот период времени возглавлял ЛУС. И я не могу не сказать, что у меня сложилось впечатление, что все это возникло для того, чтобы в кресло ректора посадить другое лицо. Что, в общем, и было сделано. Но сейчас хотя бы в этой части справедливость восторжествовала. Афонин из этого кресла убран. Доволен. А что касается плеви, то мы бесспорно будем жаловаться. Я не могу сказать, что мы совсем недоволены. Ну, хотя бы на два с половиной года меньше. Хотя это малая доля радости особой не вызывает, но тем не менее. В касацию будем жаловаться обязательно. Потому что Игорь Рудольфович Плевец сказал, что он будет добиваться справедливости. А справедливость заключается в том, чтобы наказаны были лица виновные. Если у человека не предусмотрено определенных полномочий, таких как распределение жилых помещений, то он не может нести ответственность за превышение этих полномочий. Нельзя прелесить то, чего у тебя нет. Ну, собственно, вот.